Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдёте что посмотреть по танкам. В день я публикую более трёх видео и если вы хотите совсем ничего не пропускать, то рекомендую вам подписаться на оба моих канала, потому что YouTube отправляет не более трёх уведомлений подписчикам о выходе новых видосов, а таким образом будете получать уведомления с обоих каналов, где я публикую абсолютно разные видео. Спасибо большое за то, что подписались, не забудьте прожать на колокольчик, ну и буду благодарен вам за прожатие лайкоса под данным видео, потому что в этом видосе мы покрутим с вами рулетку на бомбические контейнеры. Главная награда в этой рулетке 20 бомбических контейнеров, которые кого-то радуют, кого-то разочаровывают, в моём, простите, конкретном случае, буквально, буквально, как вы видите, одной машины, если мне глаз не изменяет, мне не хватает из всей вот этой вот коллекции. И что самое интересное, это лансенце, за которым я не то что не гоняюсь, он мне, в принципе, нужен из какого-нибудь, желательно, бесплатного контейнера. Ну да ладно, бог с ним, с главными наградами по-бомбическим, кому-то везёт, кому-то нет. Что положили ещё? Есть чёрные ящики, есть контейнеры, собери их все, есть... браааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну и в отношении той дребедухи, которая засунула сюда для того, чтобы хоть чем-то занять определенные слоты. Это контейнеры с анимировыми аватарами и контейнеры с кастомизацией. Ну и самые интересные контейнеры в этой игре, по моему скромному мнению, это контейнеры огромные сюрпризы, из которых вам выпадает сюрпризом контейнер на какую-то машину, допустим, на Шкоду Т27. И тут одно из двух. Либо вы забираете себе саму Шкоду, с вероятностью, по-моему, 20%, да, вот не ошибаюсь, либо с вероятностью 80% забираете себе голду. Причем стоит отметить, что даже если вам выпадает контейнер на коллекционную машину или на премиумную машину, вы все равно получаете компенсацию с золотом, в случае, если она у вас есть в ангаре. Поэтому, в принципе, контейнеры огромный сюрприз, я бы сказал, практически беспроигрышный вариант. В отношении стоимости рулетки я посчитал и, честно говоря, подофигел. 51 прокрут обойдутся вам в 70 тысяч 19 голды. Так уж и быть, 19 голды от минусу, давайте округлим до 70 тысяч золота. И эта рулетка реально, наверное, для каких-то миллионеров, потому что даже с моим запасом золота, ну, я не знаю, имеет ли смысл крутить данную рулетку до конца. Стоит также отметить, что данная рулетка разделена на участки. И эти участки разделены, как обычно, вот этим вот прокрутом за один золотой. Так вот, первый участок вам обойдется в 8590. Следующий участок с 18 по 24 прокрут 4715. До следующего дойдете, следующий участок обойдется вам в 6051 золотой. Дальше, следующий, такой себе небольшой кусочек, но довольно-таки дорогостоящий, 8911. Дальше, совсем, совсем коротенький, буквально там вот с 36 по 42, но целых 12615. И дальше идем с 42 по 48, целых 16151 золотой. Ну и последние три прокрута, всего ничего, 12950 золота. Короче говоря, ребят, реально очень дорого, ну прям совсем. Поэтому я рекомендовал бы вам остановиться на каком-то определенном моменте, выставить себе определенную границу и дальше этой границы не идти. Допустим, дойти до 18 покрута, потратить 8590. И то, в случае, если открывая данную рулетку, за эти прокруты вы получите что-то, что вас порадует. Ну или хотя бы компенсирует частично, а лучше желательно полностью потраченное вами золото. В отношении шансов. Ну, по шансам здесь разбросали, мама не горюй, контейнеры бомбические 20 штук с вероятностью 0,05. Ну, высота от плинтуса где-то 2-3 волосины, я думаю, не больше. Поэтому, в целом, рассчитывать на то, что бомбические выпадут вам даже в середине рулетки, я бы не рассчитывал. Преобладающее большинство игроков, безусловно, получат главную награду только где-то в конце. Но это преобладающее большинство настолько незначительное, ну, просто исходя из того, что 70 тысяч голды лишних валяются у кого-то в копилке. Ну, я не думаю, прям у каждого второго игрока. Стоит также отметить, что за эти 70 тысяч голды можно себе столько танков накупить, что заставить половину ангара. Ну, просто заходя в магазин и покупая машины, которые выставляются на продаже. Кстати, именно вот это я и рекомендую вам делать. Не крутите рулетки лучше лишний раз. Не открывайте контейнеры лишний раз. Лучше подкопите голды, если вы не донатите в игру уж тем более. И купите себе тот танк, который вас интересует. Поверьте, рано или поздно на продаже, так или иначе, все равно появляется какая-то машина, которую вы ждете. Ну что, ребят, давайте будем крутить, поехали. Я не знаю, дойду ли я до конца, буду ли я крутить на 70 тысяч. Но, в любом случае, посмотрим, к чему будут приводить мои прокруты. И с первого прокрута, ха-ха, с первого прокрута, контейнер огромный сюрприз. Открываем, ребят, открываем огромный сюрприз. И здесь для меня действительно сюрприз. Здесь просто Супер СТРВ 74А2. 750 золота падает. Пожалуйста, компенсация. Компенсация 750 голды. Ну и, в целом, ребят, на этом прокрут пошел в плюс. Я лично не против. Пока, пока вроде бы все нормально получается. Свою голдишку получил. Едем дальше. 150 золота. Но, давай, давай мне песочные контейнеры. Порадуй, старика. Нет, еще лучше. Контейнер с кастомухой. Открываем контейнер, забираем себе темную сторону. Ну и едем дальше. 200 голды, ребят. 200 золота. Там, что приносят? Опаньки. Опаньки. Собери их все. Открываем. Открываем. Ну, понятно. Большое ничего. Открываем второй контейнер. Вообще, в целом, ребят, я бы рекомендовал крутить рулетку до тех пор, пока вы не увидите. Ну, даже если у вас есть золото. Пока вы не увидите, что себестоимость прокрута не покрывает стоимость контейнера, который вам, в принципе, может выпасть. О чем говорю? Если, допустим, вы оцениваете контейнер, собери их все, три контейнера, в полторуху, ну, соответственно, один контейнер 500 голды, а прокрут вам будет стоить, допустим, там, 750, то не имеет смысла вообще никакого крутить. Ну, потому что вы просто платите за контейнер, за то, что вам может потенциально выпасть больше, нежели оно стоит в магазине, когда выставляется на продажу. Контейнер с анимированным аватаром. Обожаю! Обожаю, когда мне выпадают анимированные аватары. Ребят, напишите свое мнение про аватары в нашей игре, и не считаете ли вы, что разработчикам пора немножко притормозить с количеством аватаров в нашей игре, потому что я вот лично пользуюсь одним аватаром и не собираюсь его менять. Не вижу смысла каждый день ставить себе новую аву. Розочка, спасибо большое, просто супер. 400 золотом за прокрут. Уже начинаю в минус уходить. Начинал с 371 тысячи, и сейчас уже 370 тысяч. То есть ушел на 700 голды в минус сразу. Это при том, что выпал контейнер огромный сюрприз, на который я ставил очень большую ставку. Рассчитывал, что вдруг там выпадет контейнер на десятку на какую-то. Так, чтобы получить компенсацию голды, хотя бы 5000 золота. Вот они, родимые! Вот они, дорогие песочные контейнеры. Ребят, я даже их скипать буду, потому что здесь... Да, скип помог. Но, давай, удиви меня. ФТАЦ. Какая прелесть. А что по ФТАЦ у нас идет? Если не ошибаюсь, это второй левел. Опускаемся вниз. ФТАЦ. Где ты? Блин, ребят, не вижу. Не вижу, хоть убейте. Мне просто интересно. ФТАЦ 25 золотых монет! Блин, ну я поднялся, ребят. Я поднялся. Сразу. Сразу могу идти, тратить золото на все, что угодно. Наверное, эти 25 голды зарешают. И я открою эту рулетку до конца. Потому что, ну, согласитесь. Согласитесь. Такой бешеный вклад золота в копилку. Это просто-таки радует. Целых 10 контейнеров. Спасибо большое. Не знаю, стоят ли те бустеры, которые мне сейчас выпадают, той голды, которую я на них потратил. 500 золотом. 500 золотишкой. Давай черный ящик, я не знаю. Спасибо большое. По-моему, кто-то меня подслушивает в Wargaming. 100 золота. 100 золота, блин. Ну как так? Ну, 550 голды. 550 золота. Собери их все. Ну, здесь я переплатил 50 золота за контейнер. Если считать просто по обычному ценнику на данные контейнеры. И, в принципе, ничего опять-таки не получаю. Возьму еще один и получу 1000 голды обратно. А в минус ушел уже гораздо больше. На 2000 с копейками. Ладно. 575 по прокруту. Ну, давай. Ааа, какая прелесть. Как же я вас люблю. Ну, не понимаю я эти контейнеры. Ну, зачем их добавили, блин? Ну, дали бы тогда возможность хотя бы игрокам забирать эти песочные машины. Если вы уж решили как-то популяризировать нижние уровни. 600 золотом за прокрут. Ну, 599. Простите. Коль мне уж выпал танк за 25 золота, давайте считать каждый золотой. Я так понимаю, что каждый золотой у нас в цене. Здесь возвращают 1000 золота. Это уже хорошо. Это уже прелестно. 1000 голды, талисман и... Нет притормаживания, значит нет танка. Все. Открыли. Открыли два контейнера. Собери их все. 625 голды за прокрут. Ну, давай. Да чтоб тебя, блин. Какая волчара все-таки выпала. 655 за прокрут. Ну, дорого становится. Реально дорого и по-моему бессмысленно абсолютно. Черный ящик. А купишь мне хотя бы половину? Дай хотя бы 300, я не знаю. Ну, а сотня есть. Сотня есть. Уже нормально. Ох-ох-ох. Вау. 800 золота и контейнер четвертого уровня. Открываем. Неужели дойду выше? Нет, никуда я не пойду, но 1400 возвращается. Уже хорошо. Вот это, вот это уже классно. Вот это уже нормально, потому что я, ну, хоть как-то, хоть как-то приблизился к тому, с чего начинал. На косарь, конечно, провисаю, но ладно. Это дело такое. Открываем. 665 золотом. Но интрига бешеная. Собери их все. Не соберу я никого. Никого не соберу. Забираем. 795 голды. Потихоньку приближаюсь к финишу. К финишу первого участка, который суммарно стоит 8590. Два контейнера, собери их все. Здесь у нас будут бустеры, свободка, все как обычно. Талисман. И здесь, да, здесь то же самое. По талисманам. 4 талисманчика собрано из 7 необходимых. Шансы собрать еще косарь есть. 850 за прокрут. Собери их все. Давай. Давай, родимый. Сделай меня миллионером. Двух не хватает. Двух не хватает. 875 за прокрут. Даже не буду комментировать. Даже, даже говорить ничего не хочется. Вот серьезно. Ну, лучше бы сюда какой-то свободки, я не знаю, насыпали вместо этих контейнеров. Я имею ввиду на прокрутах. Так хотя бы ты понимал, что ты забираешь. Я имею ввиду, чтобы вот сюда в ячейке просто свободку положили. Ну и вот дошли мы до конца, ребят. До 18 прокрута. Это за один золотой. И напомню еще раз. 8590. 8590. Это стоимость того, насколько я покрутил. Ну вот, с учетом того, что мне там компенсировалось и так далее. У меня 366 тысяч стартовал с 371. Получается, грубо говоря, там здесь 3,5... Ну, 4,5 тысячи. 4,5 тысячи, ребят. Я потратил для того, чтобы дойти до 18 прокрута. Ну и, соответственно, сами видели, что я с этого получил. Танков я никаких не получил. Ничего. Ничего, кроме бустеров. Там какой-то свободочки. И, в принципе, привет. Мне кажется, дороговат. Давайте пройдем еще один участок за 4715. И, скорее всего, на этом я буду останавливаться. Ну, реально, не вижу дальше смысла абсолютно никакого уходить в минус. Крутить рулетку до конца уж тем более не вижу смысла. Особенно, исходя из того, что бомбические мне явно не принесут компенсации столько, сколько я потрачу на эту рулетку. Поэтому напомню еще раз, ребят. Если уже собрались крутить рулетку, крутите ее с умом, пожалуйста. Пожалуйста, умейте вовремя остановиться и не уходите далеко в минус. Оно того не стоит. Камф Панзер 50Т. Нормально. И здесь я получаю 5000 золотом. Однозначно, в любом случае, потому что Камф Панзер есть. И вот, пожалуйста, 5000 голды. Не машина. 5000. Забираем. И здесь, ребят, опять практически возвращаемся к тому, с чего я стартовал. 950 золотом. Кто у нас здесь? Ну, конечно же, какая-нибудь красота. Крыса. Крыса. И не просто крыса, а стальная. Стальная крыса. Непобедимая. Это для любителей ПТ-водов, знаете, в кустах, которые стоят такие, которые в крысу, как говорят, играют. Им подходит, наверное, такой аватарчик. Так. Забрали. 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 Честно говоря, даже замахивает вот это вот открывать 10 раз. Вообще. Вообще никакого азарта эти контейнеры не вызывают у меня. Раньше, ребят, я хотел забрать из этих контейнеров. Кто помнит, тот помнит. Кто не знает, тому скажу. Я хотел из них забрать себе гризли, потому что гризли у меня в коллекции нет. Но я открыл уже более, ну, более 650 контейнеров песочных. И до сих пор, до сих пор не получил желаемого. Поэтому, ребят, песочные контейнеры, это просто, просто дикая дичь. Вот. Контейнер огромный сюрприз. Может, он поможет мне сейчас вернуться к изначальной цифре. Британь Пантер. 750 голды. Интересно, танк будет или 750 золотом? 750 золотом. То есть, танк не дает контейнер. Забираем и один золотой. Прокручиваем. Прокручиваем на один золотой. Вот так вот. Один золотой приносит мне два мега контейнера. А что у нас внутри по мега контейнерам? По мега контейнерам у нас внутри, у меня не хватает ледяного. Вот. Кстати, на продаже сейчас стоит очень дорого. 7,5. Не стоит этих денег. Мега, мега супер имбище в свое время. А именно, супер гусь. Т-34 в коллекцию, кстати, не прочь был бы получить. Ну и так, по мелочевке. Т-34,3. Опять тот же самый Лансен С. ВЗ-112,2. Которого тоже в коллекции нет. Ну и вот это было бы классно. Калибан, калибан, калибанушка. А Т-15А. Постольку, поскольку. Со временем могу себе эту семерку, в принципе, купить. Когда по скидке будет. Ну и победный. Ну что, открываем. Тут, в принципе, есть только другая машина, которая отсутствует в ангаре. Может повезет. Может выпадет. 250 золотом, ребят. 250. Маловато будет. Маловато. О! О! Но! 300. Хе-хе-хе-хе. 300, блин. Я думал, в конце здесь красиво, так знаете, какой-нибудь танчик выпадет, который хотя бы компенсацию принесет. Но нет, ребят. Тысяча золота. Тысяча голды. А на каком прокруте я вообще нахожусь? Где я? На каком свете я нахожусь? Ну давайте до 30-го тогда. Давайте тогда до 30-го. В принципе, в принципе, готов пойти. Следующий участок стоит 6051 золотую монетку. Ребят, делаю. Делаю это реально ради вас. Как вы видите, у меня есть практически все танки в коллекции. И открытие этих контейнеров какого-то особого азарта у меня не вызывает. Поэтому кручу эту рулетку для того, чтобы вам показать реальные шансы выпадения чего-то из этой рулетки и насколько реально в этой рулетке подняться. Поэтому, если вам не жалко, если вам не сложно, а для вас это не стоит ровным счетом ни гроша, DW2. Забираю. Тоже там, кстати, по-моему, големушная компенсация за DW. Так, смотрим. Третий уровень. Третий уровень. Немцы. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Не понял. Вот совсем сейчас не понял. Или это был не третий уровень, а четвертый уровень. 100 голды. 100 золота. В общем, ребят, к чему говорю? Говорю к тому, что для вас ровным счетом ни гроша не стоит поставить лайкос данному видео, подписаться на оба моих канала, ну и, соответственно, прожать на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Стараюсь реально для вас, стараюсь уберечь вас от каких-то ошибок, стараюсь вас уберечь от того, чтобы вы не сливали свою кровную голду, либо, допустим, свои реальные деньги, в то, что того потенциально не стоит. Ну и, соответственно, надеюсь на вашу поддержку в развитии моего начинания и в развитии моей мечты. Опять песочные контейнеры, причем забешенные бабки, просто, просто бешеное бабло плачу. Что у нас здесь? ФЦМ. Даже не буду смотреть, сколько он стоит, понимаю, что опять там пара золотых, не более того. Это не та машина, которая стоит денег в этой игре, если ее продавать или получать компенс. 1200, 1200 и на 6000, кстати, ребят, в минусе, на 6000. Какая прелесть, какая прелесть. 1300, 1300 золотых. И еще по два раза может выпасть по 5 либо 10 контейнеров песочных, просто беда, бедовая. Сейчас косарь себе верну, походу, если я правильно помню, мне как раз двух не хватало, контейнеров собери их все в очередной раз, чтобы тысячу собрать. Ну, хоть как-то. Хоть как-то, хоть что-то. 1450. Три черных ящика. Ну давай, давай, озолоти меня черный ящик. Так, 300 золотом. 400 голды. И еще сотка. 300, 400, сотка. 800 голды, что ли. Боже мой, какой ужас. Так, один золотой. Один золотой. 6000 в минусе. Капец, блин. На что потратил? Непонятно, реально. Потратил на вот это вот. На вот это вот. 6000 золота слил. Смотрим, что у нас дальше. Следующий участок стоит 8 911. Будем гореть 8900. А, нет, ошибка. Ну да, да, все правильно. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Даже не знаю, что делать. Крутить, не крутить. Давайте шансы посмотрим. Шансы. Контейнер огромный сюрприз. С вероятностью, грубо говоря, там 6%. Собери их все. 7% и 5% за два контейнера. Ну, не знаю. По-моему, их проще купить 3 штуки изначально. Черные ящики не так уж и насыпают. Но на них процент еще хоть какой-то. Главная награда, ребят, 0.18. Ну, то есть, как была она там, короче, неизвестно где вдалеке за горизонтом. Там и находится. Мега контейнер с вероятностью 2%. Целых 24 на контейнеры с анимированным аватаром. Спасибо вам большое. И контейнер в песочницу. 17% и 10%. То есть, такие же шансы плюс-минус. Ну, приблизительно. Это я так уж совсем грубо считаю. Как на контейнеры вот эти вот черные ящики. Не знаю, ребят, стоит оно того или не стоит. Как мне кажется, лучше за 8900, а это стоимость следующего участка прокрутов, просто купить себе какую-нибудь годную восьмерку в составе неплохого набора, который находится в магазине. Допустим, если мы сейчас зайдем, да, в магазин, вот просто на ура, что называется, то вот за 8500 можно вполне спокойно купить себе экшен-икса и не пытаться достать его где-то из каких-то контейнеров. Но это мое скромное мнение. А вы свое скромное мнение, а лучше не скромное, но без нецензурной лексики, для того, чтобы мне не пришлось удалять ваш комментарий, напишите обязательно внизу под данным видео. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, и давайте быстренько подобьем итоги. Минус, минус, ребят, 6 косарей, в плюсе дофига всякого хлама. Ну, где-то приблизительно так. Если вы за честность на канале, подписывайтесь на оба моих канала, жмите на колокольчики, обязательно прожмите лайкос данному видео. Искренне желаю вам везения, ну а самое главное, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok